здравствуйте ваше внимание представлена дисциплина слайды по дисциплине контракционные материалы и термообработка дисциплина предназначена для студентов специальности 6b 07 104 машиностроения кафедры нанотехнологии и металлургии старший преподаватель кафедры при изучении данной дисциплины контракционные материалы и термообработка необходимо использовать основную и дополнительную литературу список основной литературы материаловедение и технологии металлов авторы фетисов картон и другие лохтин леонтьева материаловедение материаловедение арзамасов сидорин и другие мосберг материаловедение смолькин и сагулов и егоров технологии металлов и металловедения с тестовыми заданиями смолькин шаре и сагулов и син технология конструкционных материалов и материаловедения и список дополнительной литературы конструкционные материалы справочник арзамасов и другие материаловедение арзамасов макарова и другие стали и сплавы марочник под редакции сорокина и другие марочник стали и сплавов под редакции зубчинка исин шаре машиностроительные материалы учебное пособие и следующий раздел который мы будем изучать это основные стадии процесса получения заготовок и тема сегодняшней лекции получение заготовок литьем обработкой давлением резанием сваркой план лекции следующие три основных вопросов определение заготовки форма размеры и точно заготовки и третий вопрос это способы получения заготовок заготовкой согласно гост 3 11 09 82 называется предмет труда из которого изменением формы размеров свойств поверхности или материала изготавливают деталь заготовку перед первой технологической операции называют исходной заготовкой рабочее место представляет собой элементарную единицы структуры предприятия где размещены исполнители работы и обслуживаемое технологическое оборудование подъемно-транспортные средства технологическая оснастка и предметы труда различают три основных вида заготовок машиностроительные профили штучные и комбинированные машиностроительные профили изготавливают постоянного сечения например круглого шестигранного или трубы или периодического комбинированные заготовки это сложные заготовки получаемые соединением например сваркой отдельных более простых элементов в этом случае можно снизить массу заготовки а для более нагруженных элементов использовать наиболее подходящие материалы в крупно-серийном и массовом производстве применяю также специальный прокат штучные заготовки получают литьем ковкой штамповкой или сваркой еще раз напомню что комбинированные заготовки это сложные заготовки получаемые соединениями например с паркой отдельных более простых элементов в этом случае можно снизить массу заготовки а для более нагруженных элементов использовать наиболее подходящие материалы заготовки характеризуются конфигурации и размерами точностью полученных размеров состоянием поверхности формы и размеры заготовки в значительной степени определяют технологию как ее изготовление так и последующей обработки точность размеров заготовки является важнейшим фактором влияющим на стоимость изготовления деталей при этом желательно обеспечить стабильность размеров заготовки во времени и в пределах изготавливаемой партии формы и размеры заготовки а также состояние ее поверхности например от бел чугунных отливок слой окалины на паковках могут существенно влиять на последующую обработку резания поэтому для большинства заготовок необходимо предварительная подготовка заключающиеся в том что им придается такое состояние или вид при котором можно производить механическую обработку на металлоорежущих станках особо тщательно эта работа выполняется если дальнейшая обработка осуществляется на автоматических линиях или гибких автоматизированных комплексах к операциям предварительной обработки относятся зачистку правку обдирку разрезание центрование а иногда обработку технологических баз основными способами изготовления металлических заготовок и деталей является литье обработка обработка давлением резание изделия сложной формы могут быть получены также также сваркой пайкой или клепкой деталей полученных предварительно литьем или обработкой давлением обработка обработки давления любой массы разнообразных по форме и размерам в том числе с внутренними полостями из металла и сплавов обладающей жидкой текучестью доля литых деталей в большинстве изготавляемых машин составляет в среднем 40-50% по стоимость изготовления их 10-15% по сравнению с другими методами получения заготовок литьем обладает рядом преимуществ изготовление отливов практически неограниченных габаритов и массы получение заготовок из сплавов не подающихся пластической деформации и трудно обрабатываемых резания современный уровень литейного производства позволяет изготавливать литьем многие ответственные детали машин и детали специального назначения например магниты многие художественные произведения монументальной скульптуры тоже являются отливками при литье металлический расплав заливают в заранее приготовленные литейные формы которые бывают разовыми или постоянными разовую форму после получения в ней отливки разрушают постоянная форма пригодна для производства большого количества отливок выбор способа литья определяется служебным назначением детали производственной программой экономической целесообразностью а также требуемой точностью и качеством поверхности отливок большая часть отливок изготавливается литьем в песчаной формы в некоторых случаях эти отливки не отвечают приявливым требованиям поэтому применяю специальные способы литья в оболочковые формы в кокель под давлением под регулируемым давлением центробежное электрошлаковое и другие виды литья литье в оболочковые формы литье этот способ является способом литья в разовой формы для изготовления тонких оболочковых форм нужно в двадцать тридцать раз меньше формовочных материалов чем для песчаных или форм и жидкая и жидких смесей способы применяют для стальных и для алюминиевых отливок простой конфигурации без внутренних полостей в серийном производстве формовочная смесь состоит из мелко зернистого песка размер зерна 0,25 0,06 тысячных миллиметров и термо реактивной смолы литье в коке в приборостроении литье в коке кокель это металлическая форма имеющая защитную огнеупорную облицовку на рабочей поверхности применяются для отливок или отливки толстостенных деталей из алюминиевых или магниевых сплавов реже из чугуна в серийном и массовом производстве литье по выплавляемом модели литье по выплавляемым применяют приборостроение для изготовления отливок различной сложности из любых сплавов массой от нескольких граммов до нескольких килограммов с толщиной стенок 0,4 20 миллиметров способ применяют при любом виде производства процесс литья заключается в изготовлении модели из легкоплавкового материала покрытие моделей тонкой огнеупорной оболочкой выплавления модельного материала из огнеупорной оболочки и заливки освободившейся от моделей полости металла обработкой давления называют процессы получения заготовок или деталей машин силовых воздействия инструмента на исходную заготовку из исходного материала пластическое деформирование при обработке давления состоящее в преобразовании заготовки простой формы в деталь более сложной формы того же объема относится к малоотходной технологии обработка давления получают не только заданную форму и размеры но и обеспечивают требуемое качество металла надежность работы изделия высокая производительность обработки давления низкая себестоимость и высокое качество продукции привели к широкому применению этих процессов спарка технологический процесс получение неразъемных соединений в результате возникновения атомно-молекулярных связей между соединяемыми деталями при их нагреве и пластическом деформировании сварные соединения можно получать двумя принципиально разными путями сваркой плавлением и сваркой давления при сварке плавления атомно-молекулярные связи между деталями создают оплавляя их примыкающие кромки так чтобы получилась смачивающая их общая ванна эта ванна затвердевает при охлаждении и соединяет детали в одно целое как правило в жидкую ванну вводят дополнительный металл чтобы полностью заполнить зазор между деталями но возможно сварка и без него при сварке давлением обязательно является совместная пластическая деформация деталей с сжатием зоны соединения этим обеспечивается очистка свариваемых поверхностей от пленок загрязнений изменением их как рельефа и образования атомно-молекулярной связи. Пластическая деформация обычно предшествует нагреву, так как с ростом температуры уменьшается значение деформации, необходимой для сварки и повышения пластичности металла. И повышается пластичность металла. Нагрев свариваемых деталей осуществляется разными способами. Электроэлектрической дугой, газокислородным плавлением, пропусканием тока лазера. По-разному обеспечивается защита зоны сварки от воздействия воздуха и ее принудительная деформация. Сварка является наиболее важным способом получения неразъемных соединений из различных материалов. Свариваются металлы из плавы, керамика, стекло, пластмассы, разнородные материалы. Сварка применяется во всех областях техники. Металлы обрабатывают резами на металло-режьей станках при помощи различных редчущих инструментов. Заготовками для деталей служат отливки из чугуна, стали, цветных металлов и их сплавов, неметаллических материалов, пластмасс, а также упаковки. Наиболее распространенные способы обработки металлофрезами это точение, сверление, фрезерование, строгание, шлифование. Сейчас каждые способы более подробно распишем. Точение. Операция обработки тел вращения винтовых и спиральных поверхностей. При помощи резания при помощи резцов на станках токарной группы. При точении заготовки сообщается вращательное движение, главное движение. Орезающему инструменту, резцу, медленное поступательное перемещение в продольном или поперечном направлении. Движение подачи. Сверление. Операция обработки материала, резанием для получения отверстий. Режущим инструментом служит сверло, совершающее вращательное движение. Главное движение. Резание и осевое перемещение подачи. Сверление производится на сверпильных станках. Фрезерование. Высокопроизводительный и распространенный процесс обработки материала, резанием, выполняемое на фрезерных станках. Главное вращательное движение получает фреза. А движение подачи в продольном направлении заготовка. Далее. Строгание. Способ обработки резания плоскостей или линейчатых поверхностей. Главное движение прямолинейное, возвратно-поступательное, совершает изогнутый строгальный резец. А движение подачи прямолинейное, перпендикулярное главному движению, прерывистая заготовка. Строгание производится на строгальных станках. Долбление. Способ обработки резцом плоскостей или фасонных поверхностей. Главное движение прямолинейное, возвратно-поступательное, совершает резец. А движение подачи прямолинейное, перпендикулярное главному движению, прерывистая заготовка. Долбление. Долбление. Производится на долбежных станках. Шлифование. Процесс чистовой и отделочной обработки деталей машин и инструментом посредством снятия с их поверхности тонкого слоя металла шлифовальными кругами, на поверхности которого расположены абразивные зерна. Главное движение вращательное, которое осуществляется шлифовальным кругом. При круглом шлифовании вращается одновременно и заготовка. При плоском шлифовании продольная подача осуществляется обычной заготовкой, а поперечная подача шлифовальным кругом или заготовкой. Протягивание. Процесс. Производительность, при котором в несколько раз больше, чем строгание и даже фрезерование. Главное движение прямолинейное и реже вращательное. Закрепим тему следующими вопросами. Продукция прокатного производства и второй – это наплавка и напыление заготовок. И также нужно будет закрепить темы пройденные, что мы прошли. А именно, нужно будет ответить на один вопрос, как осуществляется расшифровка стали по составу. И каждому дано два варианта. Два варианта. Нужно будет расшифровать марки стали, которые вам представлены на слайде. На этом лекция четвёртая закончена. Спасибо за внимание. Встретимся через неделю на следующем занятии. И ладно. Спасибо. Спасибо.